Турнир ко дню победы. Именно так назвали мероприятия его организаторы. Рабочая группа по развитию массового спорта, общественная палата Одинцовского района и администрация сельского поселения Никольская. Почетными гостями стали ветераны, полковник и фронтовой разведчик Константин Федотов, узник фашистских лагерей Александр Пискарев, первый директор Чернобыльской АЭС Юрий Килибердам, ветеран Северного флота Алексей Тимохин, а также подмосковный поэт Владимир Маринников-Яшин. На торжественное построение команды вышли с победным настроем, а праздничного настроения добавили черлидеры и барабанщицы из группы Little Drummer Girls. Соревнования проводятся в канун 73-й годовщины Великой Отечественной войны. Великая Отечественная война поставила неизгладимый свет в памяти народной. И до сего времени, даже 73 года прошло, она глубокой болью отражается в сердцах миллионов наших граждан. Среди участников две команды из сельского поселения Никольская, в том числе и сборная ВВС, которая в этом году отметила свое десятилетие. Но играют в волейбол ее участники гораздо дольше. Именно им, опытным бойцам волейбольных баталий, подготовили специальный подарок. Я в прошлый раз, когда у нас проходил турнир в Старом Городке, пообещал команде ВВС Нового Городка в честь десятилетия подарить волейбольный мяч с подписями сборной России по волейболу. В прошлом году мы были, заняли четвертое место. И позапрошлом году там неудачно где-то пятое место заняли. Так что вот есть стремление. У нас этот спорт очень развит. На самом деле даже у нас площадка уже тоже делится между командами. По времени расписано висит график, кто когда играет, в какое время. Потому что еще же есть и юниорские школы, и футбол мини играют. Поэтому у нас наши площадки разрываются. Хотелось бы в дальнейшем, чтобы у нас было дополнение. Может быть, когда построят ФОК, было бы очень здорово. Это уже третий турнир по волейболу среди любителей, который проводится общественной палатой. Желание играть столь велико, что спортсмены собирают команды за несколько недель до состязания. Именно так появилась на свет Одинцовская сборная на тренировку.ру. Наша команда сравнительно молодая на этом турнире. Мы как бы за развитие спорта в Одинцовском районе поднимаем молодежь, подтягиваем их, чтобы они занимались спортом, не проводили лишнее время, скажем так, на улице, а больше вкладывали силы и стремление именно в спорт. Проводили по 12 команд. Это очень сложно. 12 команд дойти до финала. Устают все буквально, валятся с ног. И организаторы, и сами спортсмены. Это сложно. 6 команд – это более оптимально. Вместо привычных 12 в этот раз в состязании по волейболу приняли участие 6 команд. По 2 из Одинцова и сельского поселения Никольская, а также волейболисты из Кубинки и Ершова. Первое место завоевали спортсмены из Трехгорки. На втором – одна из самых молодых команд. На тренировку.ру. На третьем – сборная из Ершова. Команды и организаторы благодарят волейбольно-спортивный комплекс за поддержку мероприятия. А следующие турниры общественники планируют провести на открытых площадках города Одинцова.